Добрый день, уважаемые студенты! Сегодня мы с вами рассмотрим лекцию на тему Хромосомные геномные уровни организации наследственного материала Генотип как система взаимодействующих генов Лекцию читает Юлия Александровна Алюшина, старший преподаватель кафедры общей молекулярной биологии План сегодняшней лекции Структурные компоненты интерфазного ядра у кариотической клетки Структуры и функции ядерной оболочки Химический состав и ультраструктура хроматина Додомолекулярная структура хроматина и хромосом Уровни компактизации хроматина Строение видов метафазных хромосом Классификация хромосом человека Далее геномный уровень организации наследственного материала Генотип как система взаимодействующих генов Уровни организации наследственного материала Генные элементарные единицы ген Хромосомные элементарные единицы хромосома Геномные взаимодействия генов из разных пар хромосом Это мы с вами вспомнили предыдущий материал Теперь мы с вами должны изучать материал далее Итак, ядро представляет собой один из структурных компонентов Экреатической клетки Структурными компонентами интерфазного ядра являются Оболочка, кариолимфа и кариоплазма Ядрышка или ядрышки и хроматин Структурные компоненты ядра Ядерная оболочка представлена двумя мембранами Являющимися типичными мембранами Наружная мембрана содержит на своей поверхности рибосомы Где происходит биосинтез белка Идущего на восстановление первого комплекса белков Внутренняя мембрана рибосом не имеет Она в некоторых клетках контактирует с внутренним плотным фиброзным слоем К которому примыкает гетерохроматин Общность происхождения внутренней и внешней мембраны Показывают их взаимный контакт В этом месте образуются поры Обратите внимание на слайд Вы видите поровые комплексы В этом месте образуются поры Поры могут расширяться, сужаться, закрываться В метаболически активных ядрах Может содержаться большое количество пор От 3000 до 4000 Поры могут составлять от 5 до 15% Сей поверхности ядерной оболочки В области каждой поры Находится белковая субъединица В центре располагается центральная глобула В глобулах 25 глобул Которые соединены фибриллярными отростками Что обеспечивает работу порового комплекса белков Как единого цел Находящиеся в поре рецепторные белки Способствуют узнаванию инородной информации для клетки А также способствуют транспорту необходимых клетки и гидру веществ Поровый комплекс имеет внутренний диаметр 80 нанометров Обратите внимание на слайд 80 нанометров Малые молекулы проникают очень быстро То есть ядерная оболочка для них свободно проницаема Получено доказательство из того, что многие ядерные белки Взаимодействуют с белками-рецепторами Располагающимися на границе ядерных пор И эти рецепторы активно переносят большие белки в ядро Увеличивая канал пор Пора работают подобно клапану Который открывается в ответный сигнал О молекулах достаточно крупного белка Необходимого для этого энергии образуется при гидролизе АТФ Между наружной и внутренней мембраной Содержится перенуклеарное пространство Заполненное коллоидным содержимым по вязкости более плотным, чем цитоплазм Это содержимое является внутренней средой порового комплекса белков и мембран Наружная мембрана осуществляет контакт с мембраной ЭПС Эндоплазматической сети Далее с комплексом Гольджи И может таким образом контактировать с наружной мембраной клетки Химический состав и ультраструктура хроматина В ядре неделяющейся клетки обнаруживаются глыбки и гранулы хроматина Чем более диффузен хроматин, тем интенсивнее в нем синтетические процессы Хроматин получил название благодаря окрашиванию красителями Что в переводе означает окрашенный материал Этот термин ввел флейминг в 1880 году Хроматин воспринимает основные щелочные красители Что указывает на его кислотный состав Так как в него входит ДНК, дезоксирибонуклеиновая кислота Соединенная с белком Хроматин может быть диффузным Эухроматин, в нем высшие синтетические процессы И конденсированный гетерохроматин Он не имеет никаких синтетических нагрузок Хроматин подразделяется на гетеро- и эухроматин Гетерохроматиновые участки более компактны Они сильно окрашиваются и располагаются на целомерах хромосом Эухроматиновые участки более деконденсированные Генетически более активные Содержат весь основной комплекс генов Потеря участков гетерохроматина Может не отражаться на жизнедеятельности клетки Выделяют гетерохроматин структурный и факультативный Он возникает при спирализации и инактивации Одной из двух гомологичных хромосом Так образуется тельца Барра Х-половой хроматин Его образует одна из двух Х-хромосом У женских особей, млекопитающих и человека Хроматин максимально конденсирован Во время нетотического деления Он обнаруживается в виде компактных образований хромосом На долю ДНК в хроматине приходится 40% Доля белков составляет 60-70% Это гистоновые и негистоновые белки Гистоновые белки присутствуют практически во всех клетках млекопитающих Рептилий, рептиц, растений Но в прокреатических клетках их нет Гистоны синтезируются на полисомах цитоплазмы Поступают в ядро, где и связываются с участками ДНК Эта связь стабильно может осуществляться на протяжении 4-х клеточных делений Функция белков-гистонов структурная Они обеспечивают укладку ДНК А также играют определенную роль в транскрипции То есть регуляторная функция Уровни компактизации хроматин Компактизированное состояние хроматина крайне выгодное и удобное для процесса деления клетки Первый уровень нуклеосомный По поверхности гистоновой сердцевины происходит скручивание ДНК Второй уровень нуклеомерный То есть идет объединение 8-10 нуклеосом в виде глобула в ряд сближенных нуклеомеров Образуется 20-30 нанометровую фибрилу Которая называется ДНП Третий уровень хромонерный Петли ДНП Объединенные скрепками из негистонового фибрила Образуют компактные тела Которые при искусственной деконденсации дадут разоговидные структуры Четвертый уровень хромонерный В сближении в линейном порядке хромомеры образуют толстые хромосомные нити Которые наблюдаются световой микроскоп Характер упаковки до конца не выяснен Возможно спиральную укладку не исключено образование еще одного уровня петлистых структур Пятым уровнем является образование хромосом Процесс компактизации хроматина Осуществляется за счет работы ферментов Энергии АТФ Работы белков регуляторов Итак, внимание Обратите внимание Еще раз повторю На слайд Пять уровней компактизации Нуклеосомные Нуклеомерные Хромомерные Хромонемные И последний уровень, когда образуются хромосомы Хромосомные Структурная организация хромосом Это нуклеосомы Это ДНК Гистоновые комплексы Имеющие диаметр около 11 нанометров Каждая нуклеосома содержит набор из 8 молекул гистонов Этот гистоновый актометр является белковой ассортивиной нуклеосомы Или ее гистоновым кором На который накручивается фрагмент двуцепочной ДНК ДНК уложено спирально в виде 1,75 витка на поверхности белкового актометра Сам актометр в нуклеосоме держится стабильно За счет того, что концевые аминогруппы белковых молекул Связываются с фосфатными группировками ДНК Давайте вернемся с вами Вот мы видим с вами как раз актометр Вот он прямо перед вами С красным цветом показано ДНК Как она закручивается вокруг гистоновых белков ДНК располагающаяся на нуклеосоме Имеет в своем составе 140 пар оснований А остальная часть ДНК 60 нуклеотидных пар Образует межнуклеосомный участок Изложенные исследования об укладке нуклеогистона Согласуются с генетическими представлениями О непрерывности и линейности расположения генов Под линейных хромосом Они соответствуют допущению Что каждая хромосома содержит одну двойную спираль ДНК Так как они уложены бок о бок Что совместимо с принципом линейного и непрерывного размещения генов Итак, вы видите перед собой хромоцин Который компактизуется благодаря гистоновым белкам Пять уровней компактизации вы видите слайды И сейчас давайте посмотрим с вами небольшой видеофильм О том, именно как компактизуется хромоцин Благодаря этой анимации мы увидим, как наши ДНК упакованы Чтобы уместить хромоцин для каждой клетки Процесс упаковки начинается с группы хромосом Формирующихся при присоединении Восьми отдельных субъективных гистоновых белков В молекуле ДНК Плотно сложенная петля ДНК и белка Называется нуклеосомой Многочисленные нуклеосомы Закручиваются в спираль И накладываются стопки друг на друга В итоге получается нить упакованных нуклеосом Известно как хромоцин Эта нить, которая на данном этапе сжата до толщины 30 нанометров Затем снова скручивается и снова упаковывается с белками Которые здесь не пока нет Такое незаурядное многоуровневое свертывание Позволяет 183-сантиметровое ДНК уместиться в ядрички каждой клетки нашего тела Век столь малый, что 10 тысяч ядричь без труда покрыли бы площадь кончика иглы По завершении процесса мы можем увидеть через микроскопы уже известные нам плотно упакованные ДНК структуры Хромосомы Очень важно понимать, что хромосомы не всегда есть в клетке Они формируются лишь при ее делении В другое время, как мы сейчас видим, в конце деления наша ДНК намного менее структурировано Продолжаем нашу с вами работу Хромосомы Виды хромосом, правила хромосом Хромосомы могут находиться в двух структурно-функциональных состояниях В конденсированном, спирализованном и в деконденсированном, деспирализованном В неделяющейся клетке хромосомы неразличимы Внимание! В неделяющейся клетке хромосомы неразделимы А обнаруживаются глыбки, гранулы, хромотин Так как хромосомы частично или полностью деконденсируются К моменту деления клетки происходит конденсация хромотина При ментозе хромосомы хорошо видны плечи, центромеру и первичную перетяжку Вторичную перетяжку можно рассмотреть, целомерные участки, концы плеч, хромосом Первичная перетяжка делит хромосому на два плеча Она представляет собой менее спирализованную часть хромосомы На ней находится кинетохор, к которому прикрепляются нити веретена деления По месту расположения центромеры различают следующие типы хромосом Метацентрические хромосомы имеют плечи равной или почти равной величины У человека это первая, третья, девятая, двадцатая пара хромосом Судмитоцентрические имеют не одинаковые плечи Так как центромеры располагаются не по центру К ним относятся вторая, четвертая, пятая, шестая, двенадцатая, шестнадцатая, семнадцатая и восемнадцатая пара Хромосом и хромосомы Акроцентрические имеют короткое плечо, почти незаметно одно плечо И длинное другое плечо, это тринадцатое, четырнадцатая, пятнадцатая, двадцать первая и двадцать вторая пара хромосом А также к ним относятся Y хромосомы Целоцентрические образуются в результате отрыва одного плеча Центромеры находятся на конце хромосомы В нормальном креотипе у человека они не встречаются Также есть еще и спутничные Такие хромосомы содержат кроме первичной перетяжки еще и вторичную Отделяемый ей участок называется спутник или сатрит Спутничные хромосомы в ядрах клеток человека могут сближаться друг с другом Уступаю в ассоциацию человека вторичные перетяжки имеются на длинном плече Первый, девятый, шестнадцатый хромосомы И на концевых участках коротких плеч Тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, двадцать первый и двадцать второй хромосомы Концы плеч хромосом – это теломеры, специализированные участки, которые препятствуют соединению хромосом между собой В норме теломеры препятствуют снипанию хромосом Сохраняют хромосому как дискретную индивидуальную единицу В области вторичных перетяжек некоторые хромосомы располагаются ядрышковые организаторы Они содержат гены, кодирующие РНК И служат местом образования ядрышков Правила хромосомы Каждый вид организма, как растительных, так и животных, содержит определенное число хромосом Так как это видовой признак Такая особенность получила название правила постоянства числа хромосом У человека 2Н равно 46 хромосомов К примеру, у дрозофила 8 У лошадиной аскорида, например, всего лишь 2 хромосомы Следующее правило Правила гомологичности В зиготе хромосомы составляют пары Так как гаплоидный набор хромосом поступает со сперматозоидом И гаплоидный набор хромосом поступает с ядеклет Третье правило Индивидуальности Каждая пара хромосом характеризуется своими индивидуальными особенностями Расположением эуэгетерохроматин Четвертое Правило непрерывности Каждая хромосома от хромосомы И пятое правило Нарушение одного из правил Конечно же приведет к нарушению кариотипа человека Классификация и номенклатура Равномерно окрашена хромосом человеком Была выбрана на международных конференциях Созывавшихся в Денвере в 1960 году Лондоне в 1963 год и Чикаго в 1966 год Согласно рекомендациям этих конференций Хромосомы располагаются в порядке уменьшения их длины Все хромосомы разделены на 7 групп Которые были обозначены буквами английского алфавита От A до G Все пары хромосом Было предложено нумеровать арабскими цифрами Для групповой идентификации хромосом Используют размер Положение первичной перетяжки Наличие вторичных перетяжек Испутников Результат представляется в виде итиограммы На которой хромосомы располагаются В порядке убывания размеров Идентификацию хромосом по размеру Исположению цитромера Проводят согласно Денверской классификации Она была разработана в 1960 году По которой хромосомы распределены на 7 групп Вы их видите сейчас на слайде Итак, вы видите 7 групп хромосом В настоящее время используются дифференциальные методы Окрашения метафазных хромосом С избирательным выявлением их отдельных фрагментов Топография окрашиваемых участков по длине хромосом Зависит от локализации определенных фракций ДНК Например, сетилитные распределения участков структурного гидрохроматина И ряда других факторов На основе избирательной окраски в Париже На 1971 году были разработаны карты Линейной дифференцированности хромосом человека Обратите внимание, линейной Видите, от вашего не идет хромосом Который вам представлен на слайде И предложена система их обозначения Дифференциальная окраска позволяет построить Логические карты Группы сцепления Точной локализации генов и их комплексов Соответствующей хромосом Итак, давайте с вами повторим уровни организации наследственного материала Генный, хромосомный и геном Но мы еще с вами не вспомнили следующий термин Который изучается в нашем с вами курсе Это кариотип человека В 1924 году Ленинский предложил термин кариотип Кариотип это диплоидный набор хромосом клетки Определенного вида живых существ Характеризующиеся их числом, величиной и формой Нормальный кариотип человека включает в себя 46 хромосом Или 23 пары Из них 22 пары аутосом и 1 пара половых хромосом Исследования кариотипа человека проводятся путем микроскопирования Препаратов метафазных хромосом Для каждого исследования необходимо иметь большое количество клеток Делившихся именно метафазных хромосом Далее мы должны с вами разобрать На нашей лекции основные термины генетики И те термины, которые по лекции будут встречаться И мы должны их с вами изучать То есть мы с вами изучаем медицинскую генетику И мы четко должны понимать, что же такое гомозиготный организм Организм, у которого в обоих гомологичных хромосомах А хромосомы мы с вами изучили, что такое Находятся одинаковые аллельные гены То есть дают один сорт гомет Гетерозиготный организм Организм, у которого в обоих гомологичных хромосомах Находятся различные аллельные гены И образуются два типа гомет По данному признаку Следующий, генотип Что же такое генотип? Это совокупность всех генов одного организма Следующий, генотип Это совокупность всех признаков и свойств организма Фенотип развивается на генетической основе В результате взаимодействия организма С условиями внешней среды Термин генотип был предложен в 1909 году Датским генетиком Вильгельмом Вилганцем Он также ввел термины Ген, аллель, фенотип, линия, чистая линия и популяция Генотип представляет собой систему взаимодействующих генов Генотип это целостная система Возникшая исторически в процессе эволюции вида Целостность генотипа обеспечивает единство и целостность любого организма Доказательство целостности генотипа Множество вариантов взаимодействия генов В любом организме развитие признаков находится под контролем многих генов Это так называемое генное окружение Генотипическая среда Некоторые гены могут влиять на проявление многих признаков Оказывая плеотропное действие Что же такое плеотропия? Плеотропия влияние одного гена на проявление нескольких признаков Например, мутация одного гена может привести к развитию трех признаков Характерных для синдрома Морфана Это, например, у врожденного порока сердца Подвивиха крусталика и длинных паучьих пальцев Известно несколько форм взаимодействия генов В зависимости от их расположения в хромосомах Есть полное доминирование, неполное доминирование, сверхдоминирование, кодоминирование, аллельная комплементация и аллельное исключение Также форма взаимодействия есть между неаллельными генами Находящимися в негагомологичных хромосомах То есть, внимание, если до этого я вам сказала форму взаимодействия между аллельными генами То сейчас мы должны с вами, конечно же, проговорить форму взаимодействия между неаллельными генами Находящимися в негагомологичных хромосомах К ним относятся комплементарность, эпистаз, доминантный эпистаз, рецессивный эпистаз, полимерия, некумулятивная полимерия и кумулятивная полимерия. Давайте с вами обобщим. Генотип – это целостная система взаимодействующих генов организма. Гены могут наследоваться независимо, либо находиться в тесном взаимодействии друг с другом. Целостность генотипа сформировалась в процессе эволюции вида. Признаком системности генотипа является взаимодействие генов. Взаимодействие генов – это влияние нескольких генов на развитие одного признака. Также хотелось вам бы еще сказать о… что же такое генофонд. Генофонд – это совокупность всех генов популяции. Следующий термин, который вы сейчас услышали – это аллель. Аллель – одно из возможных структурных состояний гена. И в завершение нашей лекции хочется вам, конечно же, напомнить, что есть еще и группы сцепления. Гены расположены в линейной последовательности, внимание, в одной хромосоме и контролирующие разные признаки. Что же такое сцепленное наследование? Сцепленное наследование – это наследование сцепленных генов. Признаки, которые контролируются сцепленными генами, они наследуются вместе. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание. Благодарю за внимание.